Не дня без эпатажа. Выборы во Франции обрастают новыми скандальными заявлениями, в том числе об Украине и Крыме. Кто на этот раз назвал его российским и как результаты гонки могут повлиять на отношения Киева и Парижа? Елена Зорина подробнее. Чем меньше дней до выборов, тем острее высказывания у французских кандидатов. Как-никак меньше трех дней до голосования. И вот финальный аккорд правоцентриста Франсуа Фийона вызвал новые обсуждения и буря эмоций. Кандидат рейтинги, которого изрядно подкосил коррупционный скандал с фиктивным трудоустройством его жены, да и костюмная история тоже не добавила ему баллов, на сей раз решил порассуждать на тему Крыма. В интервью одному из французских изданий Фийон назвал полуостров российским. Дескать, так сложилось исторически. И заявил, говорить о том, что Россия должна оттуда уйти, бесполезно. Подобная риторика уже звучала из уст другого французского кандидата, лидера ультраправых Марин Лепен. Она в случае победы на выборах и вовсе пообещала признать полуостров российским. Такие высказывания французов, видимо, не оставляют равнодушными. Накануне ее последнее масштабное выступление в Марселе закончилось столкновениями с полицией. Несколько сотен противников Лепен пытались прорваться на ее митинг, но полиция их не пустила. В ход пошли камни, фаеры, правоохранители ответили слезоточивым газом. Это позор для страны. И я считаю, что голосование за ультраправых на самом деле является всего лишь реакцией на экономический кризис и кризис мигрантов. Я думаю, есть альтернативы. Альтернативы, конечно, есть. В первом туре три лидера предвыборной гонки. Кроме Фиона и Лепен, это еще и левоцентрист Эммануэль Макрон. Именно ему социологи упорно прогнозируют победу. Правда, пока непонятно, в первом или во втором туре. Да и кто будет его соперником? Пока сложно сказать. Кандидаты идут буквально ноздря в ноздрю. Отрыв всего в несколько процентов. В преддверии голосования настроение французов тоже ясности не вносят. Я не хочу, чтобы во втором туре президентских выборов мы увидели Лепен против Фиона. Это не голосование сердцем, это не голосование по убеждению. Это стратегическое голосование. Один тур или два, это как карта ляжет, понятно, станет уже в это воскресенье главный вопрос, который интересует Украину. Какую политику в отношении Киева будет вести будущий президент? Немного ясности сегодня добавила посол Франции в Украине Эйзабель Дюмон. Заверила, что нормандский формат, кто бы ни пришел в Елисейский дворец, скорее всего, сохранится. Дескать, этого хочет и Украина, и Россия. Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.